Вот я тебя и спрашиваю. Да не понимаю, что вы спрашиваете, гражданин майор. Я тебя спрашиваю. Ты лично видел, что Андрей Рубашкин был убит? Да передо мной он бежал. Как же не видел? Бежал и упал. Ты удостоверился, что он убит? Чего удостоверился? Что он мертвый, лошадь. А может его ранило? И значит он в плен попал. Теоретически такое можно предположить? Да мертвый он был. Чего мертвяка? Раненого не отличил. На вопрос отвечать. Я тебя спрашиваю. Теоретически можно предположить, что Рубашкин был ранен? Я спрашиваю. Теоретически это можно предположить? Теоретически? Да, чисто теоретически. Чисто теоретически можно, но это только чисто теоретически, Газин, майор. Значит, если теоретически можно предположить, что Рубашкин был ранен, можно предположить, что он попал в плен. Как же это? Я же толкую. Сидеть! Сидеть. Я тебя спрашиваю, ты отвечаешь. Чего отвечать-то? Если ты не можешь утверждать, что Рубашкин был убит, значит, можно предположить, что он был ранен. Так или нет? Так. Так. Значит, немцы могли взять его в плен. Так или нет? Не могли. Почему не могли? Если он ранен был. Но ты только что сейчас об этом сказал! Так, Стира! Ты чего меня здесь путать начинаешь, а? То одно плетёшь, то другое! Если ранен был, могли его немцы в плен взять или нет? Не надо так издеваться, гражданин майор. Это скотство. А ну-ка встать! Штрафная морда! Ты с офицером Красной Армии разговариваешь! И не просто с офицером, псина! А с начальником особого отдела дивизии. Ты чего мне тут понаписал-то? Раскрасил, аж слеза прошибает! Не иначе, как всех к званию героя представлять! Кого представлять-то, ты подумал? А чего тут думать? Я сам штрафник. Поэтому так и расстарался. В разведку сходили сразу герои. Что прикажете теперь в задницу, что ли, целовать? В тыл на курорт отправлять. Ты сам-то хоть раз в разведку ходил? А мне не надо ходить в разведку. Меня партии и советская власть на другую работу поставили. Ясно? Вот такую вот мразь и нечисть вроде вас на чистую воду выводить. Предателей, которые сначала оружие побросали, в плен сдались. Потом на брюхи приползли прощения просить. Или другую сволочку, вот революционную, которые партии вредили, товарищу Сталину, всему народу. В лагерях сидеть надоело? Опять приползли? Простите, мы исправились. Врете, суки, я вас, твари, всех насквозь вижу. Боец штрафного батальона, Шустров Алексей. Я. Ты видел, как меня ударил комбат Твердохлебов? Никак нет, гражданин майор, ничего такого не видел. Боец штрафного батальона, Светличный, Родион. Я. Тоже ничего не видел? Никак нет, гражданин майор, не видел. Ну, а тебя, Глымов, и спрашивать не надо, да? Так точно, гражданин майор, не надо. Других ответов я не ждал. Раз не видели, значит, ничего и не было. Твои представления комбат. Особое дело рассмотрит и направит, куда следует. А с вами, с каждым в отдельности, я лично разберусь. Свободны. 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 Свободны.